Приём-приём, друзья! На связи Шадимэн и добро пожаловать в Сталкер Майнкрафте! В прошлый раз мы с вами остановились на том, что прямо здесь. Помните, как мы мочканули бандитов, а потом откуда ни возьмись, приехала тачка, но мы не знаем, что это за тачка. И больше скажу, прямо сейчас у меня за спиной идёт такая стрельба, что ты не представляешь. Тебе не слышно? Ну там такая стрельба идёт, если честное слово говорю, не обманываю. Короче, сегодня мы всё это узнаем, смотри серию до конца, если хочешь так же узнать, кто это там такие припёрлись-то сюда. А также у меня есть супер-лёгкий вопрос. Легче, чем 2 плюс 2, либо 2 умножить на 2? Неважно. Как называется штука, которая находится прямо у меня сейчас в руках? Знаешь, ответ пиши в комментариях его. А также не забудь поставить лайк, и я посмотрю, какое из вас количество точно знает, что это такая за штукенца. Ну что, правда легко? Конечно легко. Но те, кто из вас ещё не подписан на канал, подписывайтесь прямо сейчас, жмите на красную кнопку подписаться. Всё, а теперь погнали. Погнали. Мне, правда, самому хочется узнать, кто это там такие. Опа, ничего себе, карта теперь включилась. Нормально, это... Да, на самом деле полезная вещица. Тут мало того, что как бы и задания все видно, Маину, который там мне ребят отправляли, так ещё теперь более-менее как-то ориентироваться смогу, ёлопал, а то как бы понять, где я вообще находился. Так, Вермут, чё-то на связь. Не выходит пока что. Ладно. Чёрт побери, меня больше всего волнует тот вопрос, что тут какая-то тачка как бы подъехала. И чё там за ребятки-то в итоге появились, я так и не понял пока, что стрельба была, и по-моему, это ведь стрельба до сих пор даже и ведётся. Эх, вот бы вон там позицию на этом кране занять. Мне кажется, это было бы просто офигительно. Оттуда ведь наверняка должно быть всё-всё-всё видно. Ладно. У меня теперь зато карта есть, и с помощью этой карты я наверняка смогу очень хорошо даже ориентироваться по этой местности, но от монстров, конечно, она меня всё равно не спасёт. Приём, на связи. Вермут, Вермут, на связи, шеди-шеди. Да, Вермут, приём, на связи. Слушай внимательно, как мне дальше действовать? Так, смотри. За счёт твоего П2 получилось как-то более-менее пробить твою геолокацию, так скажем. Короче, слушай внимательно. Тут это, далеко не на тебя есть блокпост военных. Ребята, они нейтральные. К нам, к одиночкам, относятся, ну, повторюсь, снова же нейтрально. Короче, слушай, тебе бы их как-нибудь подкупить, и они тебя уже наверняка подпусят. Ну, там, не знаю, автомат предложи какой-нибудь, еды немного, патронов, не знаю, что-нибудь интересное там. Только это, артефакты, ну, лучше артефакт, если когда-нибудь какой-то нашёл, при себе его ставь. Его тут и кое-где подороже можно загнать. Ну, я тебе потом скажу обо всём. Понял? Потом, как блокпост минуешь, тебе нужно в комнату добраться. Там, короче, костерок есть. Просто мы всех новичков туда обычно отправляем, за ними людей присылаем. За тобой точно так же придут. Не потеряешься. Понял? Да, Вермут, понял, большое спасибо. Понял, что буду теперь делать. Ладно. Ой, слушай, действительно вижу, что там стрельба у меня идёт. Всё, Вермут, ладно, давай, всё. Конец связи, спасибо большое. Конец связи. О, всё. Я видел. Видел только что, как будто там патроны прилетали. Так, у меня вода есть. Вода пока что ещё присутствует. Так, ладно. Вон там реально патроны как будто бы пролетали. Не знаю, какая-то стрельба шла. Явно. Так, всё, эти пузырьки пустые тогда. Да, пока что здесь всё оставлю. Так, автомат. Автомат на шею. Я сейчас ни в коем случае в эту перестрелку врываться не собираюсь, потому что, ну, нужно хотя бы сначала понять, кто там стреляется вообще. Чё там за ребята, чё за мужики такие собрались. Так, откуда мне можно будет тут залезть? А, вот она, точно. Точно, точно, точно. Сейчас я вот на это здание залезу. А, нет, не получится, не получится. Ой, стрельба, стрельба какая там идёт. Реально, кто-то стреляет. Ой, вон там, вон, вон, вон. Кто-то реально есть. Монолит какой-то, монолитовец. Камуфляжная одежда какого-то белого-чёрного цвета. Ничего себе. Кто такие монолитовцы? Я их ещё ни разу не встречал. Я не помню. Вот тот человек, который меня тогда в подземном лагере, получается, или как в бункере меня спас, получается, под землёй. Он, случайно, не о монолитовцах говорил? Или он про долг, по-моему, говорил? Я, честно говоря, не помню, о ком там речь велась. О, это кто такой? Вояка. Вояка, военный даже здесь находится. Ничего себе. Мне как раз-таки сейчас нужно к блокпосту военных будет пробраться. Так, вот отсюда здесь можно пройти. Так, быстрее, вот она. Да, вот она, та самая лестница. Я вчера здесь на это здание залезал. Так, где мой бинокль? Так, не понял. А где у меня бинокль-то, или у меня его не было? Походу, не было, значит, да? Так, артефакта на месте. Так, артефактек. Эй, не понял. Так, ладно. Куда этот артефакт-то? Они чё, как-то летать умеют, что ли, или чё? Ладно. Не понял, но у меня артефакт с собой точно был. Так, чё-то... Ой, заметил меня! Заметил меня один этот... Монолитовец-то получается. Короче. Эээ... Так как военные, вроде как, верно, сказал то, что... Эээ... Они к нам нейтрально относятся, то мне кажется... Да и тем более три монолитовца поджали... А вон они, на тачке приехали, видимо. Три монолитовца поджали одного военного. Только интересно, откуда здесь военный взялся, и что он тут вообще делает? Я, наверное, сейчас попробую зайти в спину и помолчу этому военному. Потому что мне кажется то, что наверняка... Ну, и тем более мне через блокпост военных идти. Если я сейчас мочкану этого военного, мне кажется то, что... Они ко мне наверняка будут очень-очень плохо относиться. Так, всё, я валю отсюда. Я отсюда валю. Да, вот она, та самая каменная лестница. Так, это просто великолепно. Попробую за это здание зайти. А, нет, не получится. Тут же это ещё радиация била вчера. Так, ладно. Короче, блин, патронов-то патронов только нет, ни черта. Я не знаю сейчас, как буду с ними воевать. Получается аккуратненько. Главное, чтобы они... Только меня не спалили особо. Так, сейчас я подму патроны, и мы будем вот так вот достреливать. Так, что ж ты будешь делать у этих монолитовцев? У них и оружие какое-то там улучшено. Вон серого цвета. Да ещё у них, видимо, броня вообще непробиваема. Потому что, ну сколько выстрелов в СКС можно попадать. Я ж попадаю? Да, по-моему, попадаю. О, есть, всё, завалил. Завалил наконец-то. Так, у них наверняка в кармане что-то тоже полезно лежало. Так, о, отлично. Вот так, сейчас вояка. Главное, чтобы меня военный не принял за какого-нибудь тоже монолитовца, потому что он наверняка не ожидает то, что здесь кроме него и вот этих ребят камуфляжных ещё кто-то появится. Так, на тебе туда. Ой, в лоб. Чёрт, попадают по мне. По мне тоже попадают. Ладно, главное только здесь мне остаться. Так, на тебе. Блин, я понимаю то, что хочется зажать, но я зажимать ни в коем случае не могу себе позволить, потому что у меня патронов-то совсем тогда не останется. Вот, всё, отлично. Так, раз, два. Что ж ты будешь делать? Всё, всё. Патроны на КС полностью закончились. Ладно, на пистолет Макарова тогда я перехожу. Так, ой, на меня теперь пришёл. Эй, блин, он сюда идёт. Военный, военный, надо, чтобы он на себя как-то его переманил. Так, нет, не иди сюда, не иди сюда твою диди-видео. Так, ладно, сейчас я с той стороны выйду, скажу военному то, что я свой. Так, эй, вояка, не стреляй, слышишь? Не стреляй, я свой. Я понял, я понял, не стреляю, не стреляю. Помоги мне только этого негодяя завалить. Да, да, помогаю, давай, я к тебе сейчас твою позицию займу, вместе его отстреляем. Так, вон он там за этими досками прячется. Ага, понял. Давай, 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 сейчас завалим его. Так, давай, давай, слушай, иди с левой стороны, ладно, я сейчас справлю и попробую подойти. Ёперный, сейчас. Так, на тебе за раз, получай такая... Так, ещё патронов. Что ж такое-то, непробиваемое. У меня патронов мало. За боезапаски переживай. У нас ещё есть немного. Но всё равно, как сможешь, помоги уж, пожалуйста. Да, конечно, конечно, само собой. Так, чё он там попасть-то только не может, я понять не могу. Он как-никак военный, не я же военный. А, вот всё, завалил, походу. Завалил, что ли? Да, вроде, завалил. Может, в комнату забежал, чёрт его знает. Так, да, всё, чисто. Чисто, так. Сейчас я все вещи тут подберу, то, что у них тут в карманах валялось, у этих монолитовцев, получается. Ой, слушай, дружище. Спасибо тебе большое, что откуда ни возьмись тут появился. Мне как раз-таки на блокпост военных нужно добраться. А ты, с какой целью ты на блокпост движешься вообще? Да, как видишь, я вольный сталкер-одиночка. Мне пробраться к своим как-то нужно. А тут, видишь, то бандосы какие-то появились вчера, то эти монолитовцы, кстати, кто не такие-то вообще? Монолитовцы, да они это, верят в какого-то, не знаю, в какое-то существо, якобы какой-то камень существует в этой чернобыльской зоне отчуждения. Вот они ему поклоняются, стреляются со всеми, считают, что военные, ну вот вы, вольные сталкеры. В общем, нарушаете покой зоны, ну и, короче, они это, можно сказать, как мутанты, но только люди поклоняются, там, у них адепты есть. Они этих адептов засылают, короче, этим типам вообще дверять нельзя. Видишь, их лучше стрелять, они с тобой вообще говорить не станут, а в худшем случае вообще из тебя адепты сделают. И ты тогда точно как бы нормальным человеком уже не станешь. Понял, дружище, понял. Слушай, ну что тогда, может быть вместе до блокпоста дойдём? Да, идея отличная, пойдём. Ну всё, погнали. Так, ой, так, слушай, а может на тачке доедем? Да нет, она там застреляна все, они сначала из тачки пытались меня стрелять, а потом это, отбежали немного в сторону. Слушай, ты же знаешь, что там это, тебя ребята сейчас просто так не пропустят. Нужно будет это, что-нибудь там, подгон какой-нибудь сделать, короче. Да, я в курсе, меня предупредили уже. Ну, я не знаю, у меня патроны есть там, хотя нет, патронов у меня совсем мало, да и еды тоже не остаётся. Если я отдам еду и остальное, да и денег у меня совсем нет. В общем, я не знаю, честно говоря, как я буду прибираться. Слушай, а давай я за тебя это, договориться как-нибудь попытаюсь. Ты как-никак меня трёх этих негодяев, безумцев, засранцев, короче, уродов, короче, спас меня от этих. Сейчас я как-нибудь с командосом-то уж своим договорюсь, ладно? Слушай, ну это был бы просто идеально, честно говоря. Ну, ладно, давай сейчас загадывать не будем, сначала я поговорю, а потом уже, если что не получится, то как-нибудь тогда ты, ладно? Да без проблем. Э, ну стоять, кто там идёт? Стоим, стоим. Э, товарищ командир, я вольный сталкер, пропустите меня, пожалуйста, у меня, мне срочно нужно пройти. А ты с чего взял то, чтобы тебя сейчас просто так пропускать-то будем? Ты кто такой-то, чтобы тебя просто так пропускали-то сейчас? У тебя есть что полезное? Полезное? Ну, у меня денег немного есть, тут это, так, хлеба нет у меня, патронов могу немного дать, так же, артефактов нет, к сожалению, и в принципе-то на этом и всё, но и ПДА, конечно же, наверное, самоценно, что у меня есть. Э, нет, друган, так дело не пойдёт. Давай это, проваливай отсюда, короче, нет. Да ладно тебе, Хайман, вот этот парень меня спас как-никак, может пропустим, а трёх монолитовцев, между прочим. Да не-не, дружище, так не пойдёт всё равно, не по нашему это законам, то, что спас, конечно, спасибо, но так не пойдёт, давай-ка, проваливай отсюда. Ай, ладно, дружище, нет, так нет, пойду я тогда назад, я не знаю, как пробираться, честно говоря. Так, слушай, я тебе по секрету скажу, а направо посмотри, где ж там эта труба тянется, вот, короче, оттуда пройдёшь, понял? Ты только сначала по дороге немного назад, чтобы не думать, что убегаешь, а потом туда, окей, сочтёмся. Ух ты ж, спасибо тебе большое, дружище, ты не представляешь, как ты мне просто-напросто сейчас помог. Ну я тогда это, побежал, спасибо, спасибо тебе, удачи большое. Вот нормально, существуют же всё-таки добрые люди в этой чернобыльской зоне отчуждения, так, сейчас я убегаю тогда по дороге, чтобы меня вояки эти не видели. Вот это, спасибо, вот это я понимаю по-человечески, а то что это значит, не по законам, не по законам. Если я вам патроны сейчас не дам, вы что, меня пропускают что-нибудь, да что это за бред-то вообще? Всё, нормально, пробежал, спокойно, и проблем никаких нет, тоже мне придумали там. Так, ладно, всё, болтаю-болтаю, а то сейчас они меня действительно запалят ещё, я тогда точно не пройду здесь никак. Так, да, с едой, конечно, беда у меня полнейшая, мне бы сейчас что-нибудь найти с ясной или ещё что-нибудь, всё. Еды у меня вообще нет, вообще ни единого кусочка, абсолютно ничего. Так, куда он мне послал сюда-то? Так, по этой трубе, ой, чё это там такое? Эй, чё там такое? Не понял. Какая-то синяя бельберда летает в воздухе, это что такое, аномалия, что ли? Возможно, кстати, действительно, аномалия какая-то. Надо будет как-то до неё сейчас, наверное. Я только не знаю, как она реагировать будет, и что мне с ней сделать, потому что летающую аномалию я вообще впервые только вижу. А если она на меня, это как-то нападать будет, мне чё, ножом от неё отмахиваться? Это вроде как процесс густок энергии ведь какой-то. Это вот это первый раз у меня такое, честно говоря. Не знаю, чё сейчас будет, но... Короче, если чё, это ножом. Так, всё, военные там стоят, всё. Ой, блин, ёперный, она реально на меня сейчас идёт. Так, иди-ка ты отсюда, у меня тут не так проблемы большие, обалдеть. Так, ладно, вроде ножом получается более-менее отталкиваться, но эта фигня, она реально очень-очень быстрая. Так, твою-то! Тебе, идти ты нафиг отсюда, чё, получилось, что ли? Реально, это чё было-то вообще? Так, а где артефакт? Артефакт, походу, испарился, или я не знаю, может быть, его не так надо было ловить? Мне кажется, всё-таки это надо было действительно не так делать. Так, ладно, всё, сейчас стрельба началась. Ещё этого военного бедного накажут, которого я спас. Скажут, мол, ух ты, ёперный театр. Так, здрасте, а чё это у вас тут такое? А, видимо, его аномалия сожрала как-то, и у него одни кости, вернее, он очень сильно истощал. А так он здесь, видимо, достаточно недавно валяется. Ладно, сейчас это, о чём это я? Да, военного ещё подставят, скажут, мол, ты чё там, по незаконам, чё-нибудь, не по-нашему живёшь? И всё, тогда его из-за меня ещё там накажут. Ещё что будет сделать, а мне это совсем не надо. Так, на всякий случай, автоматы заряжаю, потому что, ну, мало ли... А чё за комната? Это эта комната, что ли? Мне сказали, что там будет какое-то место для костра якобы, или что-то такое. Ну, чё-то пока что не очень похоже на это. А, нет, есть, есть, да, есть место для костра, даже стол какой-то имеется. Так, ой, это чё там за фиг... Чё, это кто? Это кто такие? Каких только мутантов зона не породила, это капец какой-то самый настоящий, что это такое-то? Так, иди-ка ты отсюда... Ой, блин, так, давай, давай. Не, вроде не слабенький, вроде слабенький, чё это у них такое? О, отлично, вот это топливо. Так, ещё они есть здесь где-нибудь? Ой, вот он, мелкий-мелкий, какая-то фигня за мной, комок какой-то бежит. Так, сюда поставлю, чтобы светло было. Ну, теперь получай! Всё, отлично, вот так-то, сталкеров-то просто так не возьмёшь. Так, какая-то гнилая плоть из них лезет. Фу, кошмар, отвратительно. Так, чё здесь за ящики такие? О, уголёк, ещё уголёк есть. Так, костёр, костёр можно зажечь как-нибудь? Так, сейчас я попробую, так, нужно раздуть его. О, да, всё, отлично. Тут всё зажглось. Так, о, бинтики, бинтики это классно. Бинтики это офигенно, так, что у нас здесь? О, патроны 9 миллиметров. Это тоже супер классно. Так, Макаров, я тогда сразу дозаряжаю, чтобы у меня был идеальный боезапас. Так, ну и что? Мне Верму сказал, получается, ждать где-то здесь. Место, конечно, крайне странное, но ладно. ПДА. Да, связь ПДА у меня сейчас отличная. Ну, ладно, ждать так. Ждать буду тогда ждать пока что на месте. Что ж мне делать? Главное то, чтобы блокпост военных миновал. И вроде как у меня теперь, так скажем, корич свой появился среди военных. Ладно. Всё, в принципе, тепло. Правда, если хочется и пить, это просто кошмар настоящий. Я сейчас заджажду, мне кажется, просто останусь здесь навсегда. Ладно, всё, жду тогда, когда придёт этот засланец. Не засранец, а именно, ну, человек, которого заслали, короче. Ладно, всё. Отдыхать так отдыхать. Ох, побыстрее бунток появился, конечно, здесь. Ох, побыстрее бунток появился.